Житель Сарагаша подарил своей жене почку. По словам врачей, операция по замене органа прошла успешно. Трансплантацию провели в областной клинической больнице. Медики говорят, женщина несколько лет страдала от хронической почечной недостаточности. Её состояние поддерживали только гемодиализм. У супруги и мужа сейчас всё хорошо. В этой связи хочу сказать, что трансплантацию почки мы можем проводить не только жителям Женгента, Турксанской области. Операцию можем проводить людям со всего Казахстана. Главное, они должны приехать к нам, пройти обследование, потом мы уже можем провести им операцию. За последний месяц это уже второй случай, когда родственники жертвуют своими органами, говорят врачи. Тем не менее, специалисты настаивают. Лучше всего проводить посмертное донорство. По данным медиков, один человек после смерти может спасти от четырёх до семи больных людей. Это касается только тех случаев, когда у человека наступает смерть мозга, а работа его сердца и дыхательной системы поддерживается искусственно. Несмотря на полицию трубной трансплантации, большинство казахстанцев по сей день оказывают недоверие и выступают против данного вида хирургического вмешательства. «Но тем не менее, хочу сказать, что в Беларуси и Южной Корее уже давно используют трупное донорство. Там данная операция давно развита. Наши врачи много разъездили смотреть, как проводят данные операции. Я сам лично тоже выезжал и видел всё. Могу с уверенностью заявить о том, что наши врачи могут проводить операции по трупному донорству». К слову, на сегодня по Казахстану в очереди на донорские органы стоят 3700 человек, в том числе 80 детей. По закону донору должно быть больше 18 лет, а его родные должны дать согласие на изъятие органов при условии, что сам он не дал или не успел оформить своё согласие. Напомним, сделать это или наоборот прописать отказ на посмертное донорство можно на портале ЕГОВ.